При норме веса головы в 6 килограмм, в таком вот положении голова становится весом до 25 килограмм. Как только мы идем, продолжаем нашу жизнедеятельность, садимся за компьютер, у нас снова начинаются головные боли, головокружение. Я предлагаю вам сделать три элементарных упражнения, и вы сразу увидите, насколько улучшится ваше самочувствие. Друзья, всем привет! Сегодня мы в очередной раз встречаемся на канале Здоровый Рух. Меня зовут Максим Мамчур, я специалист по физической реабилитации. Также я сооснователь Центра Кинезиотерапии, Здоровый Рух, который находится в Киеве. Сразу здесь же хочу сказать, что нашей темой сегодня будет синдром позвоночной артерии. И если вам она интересна, и интересны заболевания опорно-двигательного аппарата и сосудистой системы, прямо сейчас подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, ставьте колокольчик, переходите и смотрите полный объем, что и как делать с тем или иным заболеваниям нашего костно-мышечно-связочного аппарата. А сегодня синдром позвоночной артерии. Поехали! Друзья, давайте все-таки разберемся, что это за синдром позвоночной артерии и что это вообще за позвоночная артерия. Вкратце попытаюсь рассказать простым языком, чтобы всем, кто смотрит наш канал, было понятно. Позвоночная артерия – это артерия, которая питает заднюю часть головного мозга, проходит она вдоль нашего позвоночника в шейном отделе и заходит в голову, тем самым принося кровь, насыщенную кислородом и микроэлементами, которые питают, опять же повторяю, заднюю часть нашего мозга. Если по каким-то обстоятельствам, пока не буду забегать наперед, по каким-то обстоятельствам происходит где-либо спазм этой артерии, либо компрессионное сдавливание этой артерии, такие диагнозы называют синдром позвоночной артерии. Чем они выражаются? Как человек ощущает и после чего он обращается к доктору? Зачастую мы имеем головные боли, которые длятся на протяжении длительного периода. Зачастую мы можем иметь головокружение, нарушение вестибулярного аппарата, вплоть даже до того, что у человека могут происходить панические атаки. Про панические атаки я рассказывал в серии видео, которые были в прошлый раз, поэтому переходите, забирайте, смотрите, кому интересно. Когда у пациента происходит вышеперечисленная симптоматика, зачастую мы первое время ждем, пока она пройдет, пока нам станет легче, после чего легче нам не становится, мы обращаемся к невропатологу. Чаще всего тактика невропатолога следующая. Первое. Невропатолог назначает нам сделать УЗИ сосудов, МРТ головы. Делаем МРТ головы, чаще всего там ничего не находим. Ну, такой протокол невропатолога для того, чтобы исключить любые заболевания головного мозга. И это правильно. Второе. Мы делаем УЗИ сосудов с функциональными пробами. То есть, мы поворачиваем голову влево, поворачиваем вправо при УЗИ, при выполнении УЗИ вперед-назад и так далее. И на этом фоне специалист по ультразвуковой диагностике смотрит, нет ли у вас при каких-либо движениях сдавливания непосредственно этой артерии. Но есть один очень интересный факт, о котором я сегодня вам хотел бы рассказать. Чаще всего, даже при наличии синдрома позвоночной артерии, специалист на УЗИ может его не увидеть. То есть, он может сказать, что гемодинамика, то есть кровообращение, с левой стороны немножко ухудшена, чем с правой. И таким образом ссылаешь, что вот да, действительно есть синдром позвоночной артерии. Но зачастую это не совсем правильно поставлен диагноз. Чаще всего синдром позвоночной артерии, как показывает практика, встречается из-за гипертонуса коротких разгибателей нашей шеи. Что это такое? Я расскажу сейчас. Представьте себе нашу шею и нашу голову. Я, конечно же, не художник, но нарисовал как смог. У нашей шеи есть такие мышцы, которые называются ременные. Вот здесь вот я постарался их проиллюстрировать. Ременная мышца – это парная мышца, которая находится на шее, функция которой – отводить голову назад. Есть так называемые короткие мышцы-разгибатели, о которых я упоминал более ранее. Их задача – опрокидывать голову назад. Что мы имеем? Если вследствие каких-то длительных нагрузок на шею, а это, если мы, например, за компьютером сидим, если у нас с этим связана работа, если мы водитель, любая другая профессия, которая дает циклическую нагрузку, то есть наклон головы, постоянно наклон головы вперед. Вследствие этого мышцы-разгибатели, ременные мышцы, перенапрягаются и выключаются со своей работы. Тогда, соответственно, голова человека падает вниз. При норме веса головы в 6 килограмм, в таком вот положении, голова становится весом до 25 килограмм. Соответственно, ременные мышцы устают еще сильнее. Но человеку не свойственно ходить и смотреть все время вниз. Он будет все равно пытаться поднять эту голову. И таким образом включаются у него короткие разгибатели. А это не совсем их функция. Их функция опрокидывать голову. То есть последовательно выключается большая мышца, задача которой отводить. В свою очередь включается вспомогательная короткая мышца, которая не должна выполнять эту работу. И эта короткая мышца, косая либо прямая мышца головы, перенапрягается, становится, была тоненькая нормальная мышца, становится гипертрофированная. Толстая, перенапряженная, гипертрофированная мышца. Почему об этом фактически ни один невропатолог не вспоминает? Потому что зачастую невропатологи смотрят только 50% заболевания. Зачастую они не учитывают мышечно-связочный аппарат, который также может влиять на состояние нашей сосудистой системы и вообще на состояние всего опорно-ответственного аппарата. Даже если, немножко отойду в сторону, даже если у нас есть грыжа, врач что нам говорит? Врач говорит, «Пойдите, сделайте МРТ». Мы приносим МРТ, и он смотрит только МРТ, только кости. А мышцы и связки зачастую о них забывают. Врачи забывают о том, что у нас есть мышцы, о том, что у нас есть связки, которые также имеют свою определенную работу. Так вот, возвращаясь все-таки к нашей теме. Когда короткие разгибатели становятся гипертрофированы, у них есть свойство раздражать и передавливать позвоночную артерию на уровне входа позвоночной артерии в голову. То есть, делая УЗИ, мы приобретаем положение, в котором нам комфортно, при этом мышцы приобретают свое физиологическое движение, и, соответственно, нам ничего не мешает гемодинамике, поступлению артериальной крови в голову. Но как только мы идем, продолжаем нашу жизнедеятельность, садимся за компьютер, мышцы разгибателей перенапрягаются, выключаются, короткие мышцы снова отекают, снова становятся гипертрофированы, и у нас снова начинаются головные боли, головокружение и так далее. Ни на каком УЗИ точно диагноз вам никто не поставит. У меня есть для вас решение. Я предлагаю вам сделать три элементарных упражнения на определенном периоде времени, примерно месяц-два, и вы сразу увидите, насколько улучшится ваше самочувствие. Поэтому поехали. Друзья, ну что ж, приступаем к практике, и я покажу три упражнения, которые вам помогут избавиться от синдрома позвоночной артерии. Друзья, еще я хотел сказать, что в нашем центре мы справляемся за 2-3 месяца с данным заболеванием, если у человека, конечно же, нету параллельно-вегетативных нарушений. Это уже немножко другая парафия, и мы подключаем смешанных специалистов. А сейчас поехали. Друзья, так как я сказал уже ранее, у нас выключаются мышцы-разгибатели, поэтому первое упражнение мы попытаемся запустить в работу эти мышцы, для того, чтобы их укрепить. Поехали. Исходное положение. Лежа на животе. Одну руку мы берем в кулак. На выдохе поднял голову вверх, не опрокидывая, просто поднял, вернулся в исходное. Поднял, вернулся в исходное. Два, в исходное. Три, в исходное. Четыре, в исходное. Друзья, данное упражнение начинаем по принципу постепенности. Первый раз выполняем 10-15 раз. Если вы чувствуете себя комфортно и хорошо, на следующую тренировку можно добавлять, сделать 20-25 раз. Опять же, если самочувствие нормально, добавляем до такого ощущения, что вы почувствовали, что мышцы-разгибатели, ременные мышцы, у вас прогрелись и качественно физически поработали. Друзья, упражнение номер два. Следуя анатомической цепочке. Чаще всего, когда у нас выключаются мышцы-разгибатели, у нас сужаются плечи. То есть, голова падает вниз и сужаются на этом же фоне наши плечи. Постараемся раскрыть наши плечи, то есть, вернуть сначала шею назад, после чего раскрыть наши плечи. Раскрыть их мы можем следующим образом. Растянув малую грудную мышцу. Поехали. Исходное положение лежа. Левую руку я вытягиваю в сторону и на выдохе я делаю простой перекат на эту руку, пытаясь растянуть грудную мышцу. Голову стараюсь удерживать в нейтральном положении, не опрокидывать и не класть ее вниз. 10 секунд растянул в исходное. Точно так же мы выполняем на вторую руку по 15-20 повторений. Друзья, и третье упражнение, которое должно растянуть нашу переднюю линию, то есть, длинную мышцу шеи, грудинно-ключично-сосцевидные, потому что, когда шея падает вперед, разгибатели становятся слабые, а передняя группа мышц, которая наоборот сгибает нашу шею, сжимается, как пружинка и укорачивается. Соответственно, если мы возвращаем голову назад, укрепляя разгибатели, то мы эту пружинку должны и растянуть. Поэтому упражнение следующее. Становимся на четвереньки, ножки мы отвели назад и головой просто потянулись вверх. Немножечко влево, немножечко вправо. Очень сильно голову не опрокидываем. Вправо, влево. Друзья, вот таких вот три простых упражнения как минимум улучшат ваше зрение, улучшат состояние, если есть головные боли, и если нет вегетативных нарушений, уберут панические атаки. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, следите за нашими видео, дальше еще будет больше. Всем здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok